Девушки отдыхают Значит так? Собрать все вещи и ко мне в кабинет! Да какие вещи? В кабинет! Да что ж ты такое творишь? Ну договорились же входить в игру не раньше шестнадцати часов. Ну куда ты попер один против бухгалтерии? Ну кто тебя будет прикрывать? Ну простите, но я после лидеров... Нет, не прощу. Значит так. Сейчас берешь отгул, идешь отдыхаешь, а завтра бой из бухгалтерии. Все, иди. Хорошо. Входи только вовремя. Хорошо. Барсуки 317! Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти- Миллионы в середине, миллионы в середине заворожены. Ай, Россия! Друзья, теперь я добрался до телевидения. С экранов постоянно льется ложь, криминал и разврат. Но ничего, я положу этому конец. Сейчас я ворвусь в кадр к этим лживым и подлым людям и испорчу им эфир. Люди, я мститель! Не смотрите телевизор! Там только ложь и разврат. Эй, урод! Иди сюда! Парень! Иди сюда! Подойди! Да, ты! Возьми. Ну-ка, снимай. Вот этот вот текст с выражением. Давай, сюда? Да. Вчера в одном из переулков Москвы был избит известный преступник. Полицейские ищут обидчиков коллеги. Гениально! Гениально! Серьезно? Ты нам подходишь. Подожди. Завтра в 6 часов на телевидении будешь вести криминальные новости. Круто! Хорошо. Это кто? Это оператор мой. Оператор не нужен. Извини. Ну-ну-ну-ну-ну! Давай-давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Мы маленькие! Давай-давай-давай-давай! Мы сейчас... Ну-ну-ну! Ну! Ес! Ес! Да! Вот так! Вот так! У меня это всё достало. Э! Раз ты по-хорошему не понимаешь! У меня турнир! А я у мамы. У мамы? У мамы, да? Алло. Здравствуйте. Я бы хотел заказать девушку. Да, 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 но у меня будут особые пожелания. Да. Вот так, да. А, да. Фу. Хорош, что тебя нотбук. Угу. Продлевать будешь? Конечно. Вперед! Ну! Поверните налево. Поверните направо. Кот, двери, три, четыре, пять, звездочка, четыре, три, решетка. Нажмите звонок. Отойдите. Наклонитесь. Ползите в сторону дивана. В этом окончен до сих пор жив-здоров. Ты носишь флешку на шее. Ты уверен, что чем быстрее ты водишь мышкой по столу, тем быстрее работает твой компьютер. Наш ликбе специально для тебя. Сегодня мы расскажем тебе, что такое видеозвонки по компьютеру. Видеозвонок — это когда ты видишь и слышишь собеседника, но не можешь его потрогать. Да-да, прямо как с твоей однокрупницей, в которой ты уже пять лет не лёг, но до сих пор не решился её потрогать. С помощью видеозвонков можно пообщаться с человеком, который сидит на другой стороне земного шара. А можно с тем, который сидит в соседней комнате. А ещё ты будешь бежать, как маленькая собачка, когда узнаешь, что видеозвонок абсолютно бесплатный. Да-да, прямо как колбаска на дегустации. Или соседский бортш в общении. Видеозвонки помогают общаться с родителями. Ты можешь рассказать им про институт, в который поступил. Или сказать им правду, где ты сейчас на самом деле. Это был ликбе. Пап, привет. Как дела? Сынок, привет. Да не, нормально всё, спасибо. Как сам-то? Я отлично. Вот звоню спросить. Подарок мой получили? Ну, хенд-фри, вернитура. А, ну, получили. Мать, он как одела его, так и не снимает. А тебе как? Мне-то, ну, нормально. Нормально? Только это, экстравагантно. Экстравагантно. Как-то, понимаешь? Но цвет-то чёрный. Цвет чёрный. Он ко всему подходит. Нормально. Ну, ничего, ничего, привыкните. Зато очень удобно. Сейчас все такие носят. Да ты что? Пап, а где мама-то? Мама-то? Валя! Валюха! Валюха, иди сюда! Вон, сын звонит, давай. Ой, сыночек! Сыночек! Сыночек, привет! Сыночек, спасибо за подарок. Ну, как? А? Ну, мне идёт? Спать только неудобно. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Можете. Вот, вчера у вас телефон купил. Сегодня он уже не работает. Так, а он у вас на гарантии? Да, конечно, на гарантии. Угу. Вот. Очень хорошо. Давайте его сюда. Пожалуйста. Вот. Извините, но мы не можем у вас его принять. А, сейчас, подождите. Извините. Момент. О! Совсем другое дело. Скажите, вам срочно? Как можно скорее. Конечно. Что вы делаете? Приходите, когда соберёте квитанцию. Ну, в принципе, с этим делом всё ясно. Непонятно только одну. Почему делом об ограблении и нанесении тяжких телесных повреждений занимается отдел по борьбе с компьютерной преступностью? А что это непонятного? Лютиков Семён Игоревич по кличке Яндекс совершил ограбление компьютерного магазина. Это во-первых. А во-вторых, нанёс тяжкие телесные повреждения сторожу компьютером. Поэтому это дело передали нам. Вот так вот. Чё за погоняло у тебя странное? Яндекс. А потому что, когда я отсюда выйду, я вас всех найду. А-а-а-а-а-а! Я придумал верный способ познакомиться с девчонками. Результат будет сто процентный. Я тебе отвечаю. Да ладно, ну рассказывай. Всё дело в твоём статусе. Чем он грустнее, тем ты в глазах женщины беззащитнее и романтичнее. Ей сразу хочется пожалеть тебя. А главное, познакомиться с тобой. Это бомба! Чё мы раньше не додумались? Ну давай, какой там статус? Слушай, я хочу умереть ради любви. Даже мне тебя сейчас захотелось пожалеть. Так. Ну, ждём. Прошло пять секунд, а девчонки уже добавляется. Смотри, одна даже номер свой скинула. Давай я запишу. Да что записывать? Звони сразу! Здравствуйте! Вас приветствует Центр по борьбе с суицидами из-за любви. Хорошенько подумайте, нужно ли вам это. Готовы ли вы ради любви свести счёты с жизнью? Напоминаю, что звонок платный. Звонок платный? Блин, меня мамка убьёт. Убьёт? Так вот ты какая. Смерть ради любви. Мы едем, едем, едем. Мы далёкие края. Видите конечную точку маршрута? Сейчас ведём. Франция. Е. Елисеевский. Аля. Не понял. Месье, парни вы францай? Чего? Изменение маршрута. Прокладываю маршрут в Елисеевский гастроном. Ты ж... Что? Да что ж такое-то? Настя. Что? А что, у нас вай-фай отключили? Да нет, вроде работает. Да где работает? Ну я уже 15 минут не могу аватарку на сайте поменять. Что, Коленька, опять всю ночь в интернете сидел, да? Да, как ты догадалась? Интуиция, Коленька. Интуиция. Здорово. Здорово. А ты не знаешь, откуда у нас этот компьютер, а? Нет. Да что там? Похоже, мы с тобой начали любителя детской эротики. Блин, смотри. Вот куча фоток маленькой девочки. Вот она в бассейне. Вот. В детском саду. Вот в парке. Отлично. Есть. Звоню полковнику. Давай. Алло, товарищ полковник. Здравия желаю. Мы тут, похоже, на маньяка-педофила напрямую. Так точно? План перехват. Есть. 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 Слушай, похоже, это преступление раскрыли уже до нас. С чего ты взял? Тут везде полковник на фотографиях. Что, спасает? Нет. Вот он ее целует. Вот он ее обнимает. Кто бы мог подумать, 20 лет в органах, офицер. Я прямо чувствовал, что с ним что-то не так. Так. Вольно. Значит так, товарищ офицеры. Я доложил генералу, генерал-министру. Так что, товарищи офицеры, готовим дырочки под ордена. Ух ты. Мой компьютер. А что он здесь делает? Я его целый день везде ищу. Здесь же у меня все. Все фотки. Вот я с дочкой на юге. Да. Ну вы. А ты не знаешь? А есть закон, который запрещает хранение фотографий дочки на служебном компьютере? Ты не знаешь, что значит коментить? Нет. Тогда тебе либо 80 лет, либо тебе полный лошара. Но ничего. Сейчас мы это исправим. Это ликбез, который превращает неандертальцев в современных людей. И сегодня ты узнаешь, что такое живой журнал. Живой журнал – это твой личный сокровенный дневничок. Живой не значит, что его нужно кормить, как хомяка. Твой живой журнал – электронный. Электронный, а не электрический лошара. Девочки пишут в живом журнале о своих девичьих делах. Ну, а парни в живом журнале пишут. Стоп. Нормальный мужик не ведет дневник. Нормальный мужик пишет гадости в чужих дневниках. Некоторые дневники в живом журнале ведут всякие звезды. Можешь писать им комменты? Наконец-то они узнают, что ты о них думаешь на самом деле. Это же так важно для них. Они захотят с тобой дружить, даже если ты в розовой кофточке. Если у тебя очень много друзей, заведи себе живой журнал и пиши про них правду. И тогда все они дружно тебя возненавидят. Это был Викбес. Всем привет! Я снова готов представить на ваш суд свой новый веселый обзор. Друзья, всем нравится, как готовят наши мамы. Вот моя мама очень шикарно готовит борщ. Вот, смотрите, как он прекрасно выглядит. Вряд ли кто-то знает, из чего на самом деле сделан домашний шикарный борщ. И в сегодняшнем выпуске я вам это расскажу. Вот. Тут мясо, картоша, капустка. Вот морковка. Ты че, а? Охренел, что ли? Ты сейчас у меня будешь вот этот борщ со стола весь есть. Давай-давай, ешь. А я снимать буду. Все-таки снимать обзоры, это очень опасная профессия. А в заключении нашей темы, какой же борщ без сметанки? Короче, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Леночка, ну я прекрасно все понимаю, что вам не хочется списывать устаревший товар, который не успели купить. Но и выставлять его на продажу я тоже не вижу смысла. Тем более по такой цене. Ну он же дороже более современных моделей. И тем не менее, посетители уже купили парочку. Да. Ведь многие готовы платить за раритетные вещи, за те прекрасные воспоминания, которые связаны с ними. Не, ну, Лена, ну такое может быть с машинами, я не знаю, с монетами, но не с мониторами же. Ну, посмотрите, насколько лучше сделаны и выглядят современные модели. Вы говорите, как все клиенты вначале. Выглядит лучше, разрешение больше, ну... Посмотрите, насколько теплее выглядит картинка. Не прикоснитесь к нему. Не прикоснитесь к старому монитору. Я боюсь, не иду. Давайте. Ну, чувствуете? Он не то, что это пластиковая новенький выскочка. Выскочка. Ем сила, мощь, упругость настоящего стекла. А корпус? Да, корпус. Старышка. Ну-ка, хлопните его. Хлопните. Хлопните, говорю. Еще. Еще хлопните. Видите, да? Ему еще не стало. Ему даже понравилось. Ну, конечно, вы можете возразить, что он занимает слишком много места. Но ведь именно об этом втайне мечтает каждый мужчина. Согласен. Продавайте ее. Только один оставьте, я куплю. Другу. А! Ха-ха. Ха-ха. Давай. Покали. Короче, игруху. Сейчас я вам новую покажу. Вы шатаетесь. Максимально реалистичный симулятор гонок. Да, ладно. Новенькая, новенькая. Давай. Смотри, короче. Обратная отдача. Чувствительный скотчик. Короче, идеальный физик. Круто. Попробуй. Давай. Смотри только. Максимально реалистичный. Понял. Все, когда жизнь. Спасибо большое вам. Вон деревья нам дорогу перебегают. Опаньки. Ну-ка дыхни. Ну-ка дыхни. Мы не пили. Это лимонад. Ах, лимонад. Хорошо. Деньги есть? Нет. Ах, нету. Тогда заберете на штрафстоянки. Какая штрафстоянка? Что это было? Что это было? Я же говорю. Все как в жизни. Максимальная реалистичность. Привет, красавчик. Соскучился? Сейчас мы с тобой немножко пошалим. Ленуся. А, а чего это ты целый день в кровати лежишь? Ах, заболела? Угу. Ай, чего ты раскраснилась ты? Дай-ка температурку поймем. Ой, у тебя ног горячие дожили. Бедная ты моя. Хорошая ты моя. Сейчас ничего. Сейчас бабушка тебя вылечит. Так. Так. Сейчас я лягу. И почитаю твою любимую книжку. Гончаров Обломов. Вован, Just Check In In Школа 42. Химия, отстой. Хелп. Кто-нибудь знает формулу серной кислоты? Людмила Владимировна, Just Check In Школа 42. H2SO4. Вован, Just Check In In Школа 42. Ого-го. Спасибо большое. Людмила Владимировна, Just Check In Школа 42. Не за что, Шевелев. Сдавай работу. За контрольную по химии 2. Вован, Just Check In. Крыльцо Школы 42. Опаньки. Всем привет. Друзья, мы представляем вашему вниманию изобретение, о котором вы могли только мечтать. Это очки, которые видят сквозь одежду. И сейчас мы покажем, как они работают. Давай. Это урод. Так. Ну-ка, а ну. Ну ты дыришься. Как вы есть идете, стыдник. А мы сейчас. Толик, ты что ко мне спиной стоишь? А это мы играем. И быстро мыть руки на кухне. Да, да. Я ничего не видел. Братишка, зацени, какое я себе платье купила. Классное платье. Расчет бантик сзади. Что, отвертись, отвертись, говорю. Отвертись, снимай очки. Снимай очки, говорю. Снимай очки. Очки. Снимай очки. Говорю, посмотри. Снимай очки. Вот, сломал. Иди давай отсюда. Телефон позвонить дай. Сейчас, сейчас, сейчас. На. Только у меня деньги закончились на нем. Это что такое? Телефон. Ты что, по помойкам шаешься? Нет. Я приехал к тете из Твери. На. Лежи. Иди. Спасибо. Стоять! На счет положи. Там деньги тоже кончились. Хорошо. Спасибо. О, да о, Батиш. Телефончик позвонить есть? Сюда иди. Э, Фуркин. Сегодня знает каждый, что в жизни очень важно. Быть мэром на Форс-Сквере с гаджетом всегда в сети. Логины и пароли в сетях играют роли. Но выводца из сети не хватает сил.